Паша, ай! Как ей пользоваться? Желтый полосатик. О, ой, вляпался. А что если сделать домашний жидкий сникерс? Это кто? Я сам открою. Паша, ты вел себя в этом году хорошо, и поэтому я подарю тебе подарок. Закрывай глаза. Ну, уже можно открывать? Это тебе. Ух ты, вот это гора подарков и вся мне? Ага. Класс. Всем привет, ребята. Тут Валерка подарил мне целую огромную кучу подарков. За все время существования канала такого еще ни разу не было. Итак, тут у нас... О, что это? Ребята, это какая-то гигантская зажигалка. Хм, интересно, а зачем она мне? У меня есть волшебная палочка, а у тебя это. О, да, кстати, помню, помню. Волшебная палочка очень классная. Ребята, вы знаете, нитробумага, которая шла в комплекте, очень сильно окислила стальной крючок. Хм, я такое вижу впервые. Интересно, она свои свойства не потеряла? А? Сейчас проверим. Засунем бумагу в нашу палочку. Так. Затолкаем. Мм, мм. Адавра. Кедавра. Шпуньк. О-о-о. Сейчас из этой палочки вылезет джин. Наверное. Ой, фу. Взял, поломал мою палочку. Ммм. Ммм. Ладно, давайте посмотрим, что в этом подарочке. Ага, смотри. Смотрю, смотрю. Так, это в сторону. Ух ты, что это такое? Давайте поглядим. Что тут за подарок? Валера, ты меня не перестаешь удивлять. Что это? Это какой-то кувшинчик? Ну тогда зачем в нем дырки? Вся вода прольется. Валера, что это? Паша, это такая свистелка. Акарина называется. Акарина? Хм, интересно. Я, конечно, слышал про такое, но никогда ее не видел. Давайте подуем и послушаем, как она звучит. Хм, необычный звук. А ее можно повесить на шею. Или не можно. Так, посмотрим, что здесь. А-а-а, здесь у нас должно быть что-то необычное. По крайней мере, мне очень хочется в это верить. Что тут? Поглядим, что внутри. Угу, очки и усы. Ребята, я так подозреваю, это фирменный брелок познавателя. Да, все лучше и Паша. Ладно, посмотрим, что еще есть. О, красивая синенькая упаковочка. Что-то там тарахтит. Ладно, в сторону разговора. Давайте посмотрим, что там Валерка нам запаковал. Я уже и сам не помню. Ну, сейчас вспомнишь. Что здесь? А, тут у нас... Это что такое? Это жидкий сникерс. Вот это да. Эта штука мне уже очень нравится. А мне-то как нравится? Если ты только знал. Ты же со мной поделишься, а? Ну, конечно, поделюсь, Валерка. Сейчас я ее открою и посмотрю, как там жидкий сникерс поживает. О, жирненький такой. И пахнет сникерсом. Так, снимем пробу. Ммм. Ммм. Вы знаете, это обычная арахисовая паста, но только со вкусом сникерса и с кусочками арахиса. Ну, так себе, на любителя. Мне больше достанется. Так, посмотрим, что у нас, скажем, вот в этом подарке. Иди сюда. Так, давайте оторвем бантик и разрежем упаковочку. А то руками как-то не очень мне получается это делать. Посмотрим, поглядим, пощупаем, что тут у нас такое. Гремит. Это уже интересно. Так, где тут открывается коробочка? А где? А, во. Что это? Спичка? Обычная спичка? Хотя нет, это просто фонарик. А что он не работает? Валера. Валера, по-моему, ты мне бракованный подарок подсунул. Ладно. А что здесь? Очень интересно. Так упаковал красиво. Валера, когда ты все успеваешь? Посмотрим. В этом подарке должно быть что-то необычное. Я прям это чувствую. Ого. Большое такое. Хотя не факт. Ну, давайте глянем. А тут, опа, что это? Какой-то инструмент для гольфа. Это, конечно, нужная вещь. Особенно для меня. Да. Это штука для игры в гольф. Где я, а где гольф? Я в гольф, конечно, не играю, но штучка для него уже есть. Ну и как ей пользоваться? Ты не знаешь? Нет. Почитай в интернете. Обалденный совет. Да и подарок такой же. Прикольно. Так. Давайте поглядим, что здесь. Желтый полосатик. Паша, а конфеты будут праздничные? О, кстати. Я совсем забыл. Валера, у меня есть вот такой вот набор. Он лежит у меня уже несколько лет. И ждет своей участи. Шоколадочка. Поставим ее в микроволновочку. Пока. А в это время я разложу наши формы на тарелочку. Готово. А что дальше? А что дальше? Дальше будем заливать шоколад. О, ты готовь, а я приду. Вот так всегда. Ты готовь, а я потом приду есть. Как-то нечестно. Вот бы кто-нибудь для меня готовил, а потом бы я приходил есть. Нет же. Хитрый медведь говорит давай наоборот. Ты готовь, а я буду кушать. Четко как-то это нечестно. Шприц с шоколадом готов. И давайте будем заливать шоколад в формы. Аккуратненько. Аккуратненько. Ой. Паша. Это не я. Да ладно, тут все свои. Да это не я, это шприц. Теперь поросенка. Снеговика. Ну, в принципе, все готово. Теперь нужно шоколад хорошенечко утрамбовать, чтобы лишний воздух вышел. Эту тарелочку понесем в холодильник. О, кто-то шоколадочки забыл. Ой, вляпался. И как же теперь лапку облезать? Итак, ребята, давайте посмотрим, что у нас в этом подарке. Мне очень интересно. Он такой длинный, но в то же время очень легкий. Должно быть что-то интересное. Отковыряем упаковочку. Не знаю, как вы, но я очень люблю распаковывать подарки. Что это? Ребята, это такой автоматический пистолет для ловли мух. Прикольно. Да, слушайте. А что он не работает? А, его нужно взвести, а потом нажать. О, да, такая штука. Теперь летом все мухи бойтесь меня. Мухи, я иду за вами. Чего только китайцы не придумают, а? А, Паша. Валера, смотри, что есть. Ой, не надо, она больно бьется. Да не бойся. Промахнулся. А ну иди сюда. Паша, ай, вот так и дари тебе интересные подарки. Но на ком-то же я их должен испытывать, а? Ух ты. А тут еще есть мишень. Короче, меткий снайпер. Класс. А давайте посмотрим, что у нас в черном подарке. А в черной... О, это маленький блендер. Я давно мечтал такой себе приобрести. Валерка, наверное, прочитал мои мысли и втихаря заказал у дядюшки По. Все? Да. Тут две емкости и ножи. Откручиваем, засыпаем что-нибудь, прикручиваем ножи. Вот так вставляем. Угу. Вилку в розетку. Включаем. О, блендер работает. Ребята, у меня появилась обалденная мысль. А что если сделать домашний жидкий сникерс? А? Берем кинг-сайз сникерс. Закидываем. Вот, теперь спрайт, и его нужно вылить совсем немножечко. Примерно пол баночки. Угу. Вот так вот. Закручиваем крышечку, переворачиваем. А что ты тут делаешь? Жидкий сникерс. О, звучит вкусно. Угу. Пойду за кружечкой. Включаем. Ух ты, надо держать. Что ж такое-то? О, брызжет с разные стороны. Ребята, по-моему, блендер потек. Щелей нет. Очень странно. Ого. С него прямо льется. Ладно, сейчас уберу это все. Столько сникерса пропало. Ммм. Медвикружка. И выливаем наш жидкий сникерс. С кусочками. Ммм. Пахнет вкусно. Дорогой Паша, спасибо тебе большое-пребольшое. О, какая вкусняшечка. О, ага. Да, мне непонятно, почему он протек. Давайте поглядим, что в этом подарке. Да, подарочек немножко замочил. Ну да ладно. Интересно, а наши конфеты уже замерзли? Ну да. Кстати, ребята, я понял, в чем проблема. Дело в том, что я залил туда спрайт, а он был газированный. И именно газ выдавил все наружу. Так делать нельзя. И так, вот. Целая куча маленьких вкусненьких конфет. Да. Но есть одна проблема. Как отсюда их достать? Ладно, буду аккуратненько выковыривать при помощи ножичка. Главное не порезаться. О, отломал кусочек колокольчика. А их тут много. Ладно, давайте будем аккуратненько пытаться выковыривать и стараться не повредить конфетку. О, подарок есть. В итоге я наковырял вот такую вот кучку конфет. Валера. Я уже тут. Какие они скучные. Не впечатлил. Хорошо. Возьму кандурин. Это такой пищевой краситель. Вот так вот их аккуратненько притрушу. И кисточкой размажу. Вот. И получился теперь уже красивый подарочек. Теперь рыбку. Кандурин вроде бы это пищевой краситель. Но мне кажется, что все эти красители не очень полезны для организма. Как считаете вы? Можно есть такую штуковину? Или не можно? Свинюшку с синеньким. Это кабанчик. Да какая разница? Кабанчик, свинюшка, бантик. Короче, вот такая вот красота у меня получилась. Ну, класс. Это уже аппетитненько. Медведь Валера одобряет. Спасибо. Так, медведика подкормили. А теперь давайте поглядим, что в этом подарке. Что это? Я знаю. Ребята, это большой набор лего. Ведь в этом лего нужно сделать бонсай. Бонсай это такое японское направление в растенияводстве. Будем делать вот такую кривую сакуру. А она что-то закрыта. Ну и ладно. Потом, долгими зимними вечерами, сидя за печкой, я его соберу. Класс. Ребята, хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом. И пожелать всего... Это кто? Я сам открою. Хорошо. Кто там? О, подарок. Подарки я люблю. Кто там? Валера, я не знаю, но нам прислали подарок. Это мне? Нет, это мне. Хотя ты знаешь, судя по рисунку из уточек, возможно, это и тебе. Хоть бы, хоть бы. Ну от кого это? Ух ты. Это туалетная рыбалка. По-моему, это для меня. Что это? Ага. Улочку. Там еще какие-то штучки. А ну-ка, вылазьте. Все? Ну да. Ну это мне. Не-не-не-не, Валера. Это мне. Ну что? Потому что вот здесь вот нарисован дяденька со спущенными штанами, который в туалете ловит рыбу. Так всегда. Я так не люблю. Так, тут специальный коврик. Этот коврик сейчас мы распакуем, посмотрим. О, он с вырезом для унитаза. Угу. Чтобы ногам не было холодно. Угу. Это вот такой вот у нас аквариум. А вот тут рыбки. Вот. Это такая штучка вешать на ручку двери. Не беспокоить. Идет процесс рыбалки. Кривой спинг для того, чтобы ловить туалетного кокося. Да. Ловля туалетного кокося – это дело ответственное. Но мне, конечно, больше всего интересно, кто такую замечательную штуку нам прислал. Это был я. Я вам сейчас песню спою. It's the most wonderful time of the year. Э, ты чё пришёл? Новый год, конфеты. Какой новый год? Иди в лес. Я хочу с вами. С нами нельзя. Уходи. Всех с Новым годом. Да-да. С новым счастьем. Тихо, иди в лес. Валерчик, отстань. Вот я пришёл. Не вовремя. Тут конфеты надо есть. Чё ж не вовремя? Вовремя. It's the most wonderful time of the year. Распился тут? А ну тихо. Класс.